Всем привет! Сегодня у нас 27 января, понедельник, день тяжелый, и видео будет немного тяжелое. Поэтому мы запаслись чипсами. Гадостями, потому что будут у нас сегодня гадости. Гадости, гадские гадости. Ну а что и как, что у нас тут стряслось-то, расскажем сейчас после заставки. Итак, сегодня мы хотим поговорить о Vodafone Украина и немножечко о шалостях ютуба. Все началось в воскресенье, когда я смонтировал видео, сюрприз не удался, и на утро я, естественно, собрался его, как и обычно, заливать на ютуб. Пока оно монтировалось, точнее, пока оно рендерилось, я уснул, проснулся, уже все было готово, и можно было заливать его, как я уже сказал, на ютуб. Но у меня возникли там проблемы с моим интернет-провайдером, у меня интернет дома пропал, и что я решил? Ну, у меня крутой тариф на Vodafone, крутой интернет, безлимитный, LTE, думаю, господи, подключу и воспользуюсь просто мобильным интернетом, воспользуюсь телефоном, как модемом. Но нет, подключаю я, значит, телефон к компьютеру. Сначала я просто начал раздавать Wi-Fi с телефона, да, и подключил ноутбук к этой сети, и мне приходит смс от Vodafone, что Мой тарифный план не предоставляет возможности раздачи интернета на другие устройства. Vodafone, вы охренели, блин, или чё? У меня самый ваш крутой тариф, ну, не считая контракта. То есть, я пользуюсь всеми благами. Да, у меня всё круто, мне всё безлимитно. Я не могу раздавать интернет. Каждый месяц там. Башляю, значит, вам действительно. А вы мне тут какие-то рамки устраиваете, серьёзно? Серьёзно? Я сейчас немножко спойлернул. Я некоторое время жил, работал за границей в Европе. Там таких ограничений нет. Я спокойно пользовался LTE, раздавал себе на ноут, и всё. И проблем не знал. Почему у нас так? Ну, это Vodafone. Vodafone это клака, Vodafone. Вы говно. Ну, видишь, сколько людей сидят именно на Vodafone? Почему тогда? Они сидят на МТСе, они сидят на UMC, понимаешь? Ещё тогда клиентская база набралась. Потом они ребрендинг, не знаю, кубки-перекубки. Ну, можно же перейти на другой. Это самые крупные операторы. Vodafone, Kieftar и Live. Всё, уже, знаешь, мы подсели. Я бы с радостью поменять вас к чёрту вообще. Но у меня, блин, всё привязано на ваш грёбаный номер телефона. Я, честное слово, давно бы уже поменял бы. Бесик. Я бы на Live перешёл бы. Ну, блин, опять-таки, у меня все знакомые, наверное, в Vodafone. Ну, да, обидно, действительно. Столько... Вы охренели. Самый лучший тариф, столько снимается бабок. И это не всё, раз пошла такая пьянка. Ещё раньше у меня тоже был конфликт с Vodafone. Я тоже об этом писал в Твиттере. Но тогда всплыла другая ерундень. Я много пользуюсь мобильным интернетом, даже дома. Я постоянно сижу на мобильном интернете, потому что у меня он безлимитный, ёлки-палки. Да, спасибо, Vodafone, хотя бы за хорошее покрытие. Тут вам респект. Но в основном, блин, вы говно. И я ещё не раз это повторю. Я столкнулся с тем, что, оказывается, у Vodafone есть ограничение 3 гигабайта в сутки. В смысле, блин? Вы чё, вообще уже? Зачем? Как? Почему? И снова-таки, ссылаясь на мой опыт проживания и работы в Европе, там есть ограничение на использование мобильного интернета, мобильных данных. Но там ограничение заключается в 100 гигабайтах в месяц. То есть 100 гигабайт в месяц я редко могу использовать. Но 3 гига в сутки иногда у меня бывает такое. И если я использую 3 гига за сутки, значит мне интернет вот как надо. И ваше ограничение мне прям вот ломает все планы, блин. И тогда поломало. Нехило. И опять-таки, я написал об этом в Твиттере, опять-таки их там немножко погнобил. Но они-то молодцы, они отвечают. Отвечают. Практически сразу. Если я даже подключалась в диалог, даже мне потом ответили. Хотя я так чисто 5 копеек всунула. Там что-то спросила у тебя, по-моему, за Vodafone. А они ответили вместе, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И аргумент был приблизительно тем, что такие ограничения введены для того, чтобы не перегружать сеть. То ли так, то ли чтобы клиенты, ну короче, не наглели и не раздавали. А, по-моему, да. По-моему, чтобы типа никто не наглел и не раздавал интернет, зарабатывая на этом. Нифига, что так можно? Ну да, в автобусах. А, я думаю, на детскую площадку дети по пятерику. Ну, так, да. Помню, что они мне сказали, что да, есть у нас ограничения. Но вообще-то об этом сказано на нашем официальном сайте. Я перерыл весь сайт. В открытого, так, чтобы на странице было написано. Такого нигде нет. Я нашел файл PDF. Скачал его. И там, да, там было указано это. То есть, водофон. Если у вас есть какая-то важная информация. А это, блин, из разряда важной информации. Эти всякие ограничения. Размещайте, блин, ее на страницах. Открыто. Чтобы я это сразу видел. Описание тарифа указывайте. А не так, что мне приходится перелопачивать ваш весь сайт. Красивый. В поисках нужной мне информации. А потом, да, о, в натуре. А там где-то за камнем была записка, где была ссылка на сайт, где это все-таки указывается. Спасибо, блин. Но ты нашел этот камень. Нашел. Но по сути, я уже и сам узнал об этом ограничении. Мне просто принципиально стало интересно, где у них на сайте это указано. Указано. Но это надо скачать файл. Отличный поворот, хотел сказать. Отличный поворот. Ну, в общем, с горем пополам. Я загрузил ролик на YouTube. Ролик, я напоминаю, сюрприз не удался. Нас не ждали, это надпись на обложке. Хорошо, он на YouTube. Отлично. Ура, успели, да, выложил срок, да, все, супер. Да, в 6 часов он вышел в массы. Его начали смотреть, его начали комментировать, по-моему, лайкать. Потом в 11 часов мне пишет Саня, которого мы уже не раз упоминали. Александр, приветствуем вас. Саня, привет. Так вот, пишет мне Саня. А вы что, типа, видео закрыли? Я в смысле? Он говорит, ну, типа, нет. Совсем. Вообще. Я такой не понял. Захожу на YouTube, а видео действительно нет. YouTube, блин, в смысле? Заходим там с телефона, с компьютера, ничего. Говорю, Максу, проверь. Почту, может, там, не знаю, закрыли, заблокировали. Но в случае такой ситуации должны быть какие-то уведомления, какие-то письма, там, причина, почему, что. Макс говорит, ничего. Ничего на почте нет. Его просто не существует. Видео нет, видео нет. Да. Находим ссылки на это видео. Да, по прямой ссылке. Когда переходишь, там написано ошибка, ты пока покушай. Ошибка 404, что видео удалено пользователем. Ну, я как бы раньше слышал, что видео пропадают. Но, блин, Google, вот такая огромная корпорация. Что у вас все, блин, часто через жопу? Мы не слышали, да, что там видео блокируют и удаляют. Ну, извините, так рано мы не были к такому готовы. Это шестнадцатое наше видео. И оно тупо, оно не заблокировалось. Мы не получили строить ничего, ничего. Оно просто исчезло. Оно взялось и ударилось. Мы не трогали. Мы даже не заходили на свой канал. То есть, случайно мы его не могли удалить. Я был у Ариши, мы тут снимали эстафету. Все, мы не трогали YouTube. По факту мне Саня написал, видео нет. Да, видоса нет. Зашибись, я вот эта всем известная точка в мыле. Я снова заливаю видео на YouTube. Мы прогуглили, как бы у людей тоже такая ситуация случалась. Так что да, вот этот видос, где нас не ждали, где сюрприз не удался, он для нас выдался такой многострадальный. Сразу. Запоминающийся. Ага, сразу. Во-первых, сами ситуации при съемке, да? Да, как-то так. Конфузы. Потом проблемы с интернетом. Ну, то ладно, провайдер мой, он потом поизвинялся и справился. Но Vodafone, вы говно. Потом Google со своим YouTube. Вы, блин, да что ж такое? А, не так, я говорю, мам. Ну, ладно, там вы то видео удалили, где очень жестокая превьюшка. Угу. Пройдите, посмотрите. Там отвертка, глаз, типа пропаганда агрессии. Не пали, не пали, не пали, ну, в общем. Да, ладно, там насилие, там убиваю вообще, там не детский контент. Но нет, непонятно. Вообще непонятно. Точнее, с Vodafone всё понятно. Вы говно. Подчёркиваю. Посчитайте, сколько раз Макс за это видео сказал слово говно. Да, и вот эта неприятная ситуация с YouTube. Да, хорошо. Знать бы причину, потому что, ну, ну как, а где вероятность, что там следующее не... Ну, я хотел сказать, это хорошо, что это последний наш видос, и мы как-то заметили это. Вот так пропадёт видос, да, там, недельной и месячной давности. Да, я, кстати, посмотрела. Я на месте, но, считая других людей, их ситуации, то там выборочно удаляй. Да, у кого-то и все видосы с канала пропадали. Ай, так а если бы несколько видео, ну как ты, ну, ты нереально запомнись, как это. Ну, конечно, у меня есть все, ну да, а потом добавляй описание, добавляй теги обратно. Нет, в любом случае, если бы даже удалили какое-то, например, не последнее, вот, а удалили, не знаю, оно второе. Ну, у нас хорошо, у нас... Смысла его... Ну, его заливать уже нет смысла. Ну, да, поэтому... А если бы тысячу видео, потом пойми, как его удалили. Ну, у нас они пронумерованы, но это такое, да. Слушай, точно, я не подумала. Минус три комара. Не, ну, если бы мы записывали это все вчера, наши эмоции, то как бы... Да, у меня было желание вчера еще это все высказать. Изменить, видео было часовым. Ну, не, мне просто не хотелось... Вчера мы снимали эстафету, это такое позитивное видео, и мне не хотелось как-то туда крапливать. Вот именно такой вечер был хороший, потом бабах. Да, мы посмеялись, наблагодарились, нарекомендовались и все прочее. А тут на тебе. И у меня вот это вот из-за этой перезаливки видоса... Я очень поздно начал монтировать, собственно, эту эстафету. Ну, благо, относительно быстро смонтировал. К шести часам уже, да, закончился. А начал в два ночи из-за вот этой всей свистопляски. Так что, да, имейте в виду... Это хороший знак. Знаете, я в таких ситуациях, да, говорю... Это, ну, обычно, когда у меня в самом начале дня что-нибудь, какая-то херня происходит, я себе говорю, пусть это будет самое худшее, что было за этот день. Так вот, пусть на нашем ютуберском поприще это будет самое худшее, что с нами случалось. Потому что нервишки вчера потрепали нам, конечно. И Водафон, и Ютуб. Так что, вот, что я хочу сказать, имейте в виду. Всегда храните копии видосов, которые вы заливаете. Это у меня есть все и исходники, и уже готовый материал. Так что проблем с этим не возникло. Я перезалил и все. Потому что на ютубе бывают такие ситуации. И что? И не пользуйтесь Водафоном. Водафон говно. И тут счетчик еще раз. Ну, все, собственно. Высказался. Водафон вспомнил все. Прям вот под финалку добавлю. Насчет Водафона просто сейчас вспомнил. Смотришь, я тут сказала, переходите на другого Водафон. На другого оператора. Ну, многие сказали наверняка. А я писал об этом в Твиттере. Я написал, что, типа, блин, я к черту перейду на Киевстар. И они мне ответили, Водафон мне ответили. Оставайтесь с нами. Мы вас не подведем. А Киевстар такой? Мы тут. Да-да. Да, если что, там, Водафон России. Я не знаю, как они там. Может, они молодцы. Но я... То, что я говорил, это касается Водафон Украина. Ну, в общем, сегодня такие посиделки за чипсами. Надеюсь, мы вам тут не сильно много негатива накидали. Мы старались, да, сильно уж не бомбить. Хотя подгорело тогда, конечно, знатно так. Ладно, банда. Закругляемся? Закругляемся. Спасибо, что были с нами. Что вы слушали. Нам надо было выговориться. Все, встретимся завтра. Пока-пока. 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 Продолжение следует...